привет всем большим и маленьким любителям посылок из китая сегодня ко мне пришли три вот такие маленькие посылочки одна очень долгожданная и на мой взгляд довольно интересная и две такие второстепенные давайте начнем со второстепенных быстренько посмотрим что там пришло больше ничего нет в пакете и так здесь пришли защита от пыли для макбука вот такие заглушки симпатичные очень яркие для в общем-то всех штекеров которые присутствуют у макбука вот юсби две штуки или даже три нет это для firewire по моему на наушники на микрофон заглушки такие маленькие для слота под sd-карту вот под firewire до под видео разъема в общем полный комплект стоит очень дешево смотрится весьма забавно когда все вставлены они в общем смело могу рекомендовать резинка мягкая силиконовая такая интересная вещь и очень недорогая приобретать можно здесь находится какое-то украшение да здесь находится кулончик и цепочка бижутерия в китае очень дешевая поэтому можно заказывать кучу различных там сережек цепочек колечек то есть для девушек вообще там полное раздолье на алиэкспрессе вот здесь такой кулон вместе с цепочкой все запуталась но а вот здесь такие прорези можно это снять здесь тоже вторая прорезь вот такая цепочка с таким вот кольцом так ну бог с ним с этим кулоном меня больше интересует третья посылка вот это самое интересное здесь находится оперативная память ddr2 для ноутбука так ну продавец не пожалел пупырчатой пленки больше ничего в пакете нет вот собственно два модуля ddr2 пришло в такой пластиковой коробочке как все как положено хеникс производитель 2 гигабайта каждый pc 264 стс вот у многих старых ноутбуков вот такой как этот например используется такая память ddr2 так но уже не терпится мне ее установить давайте отложим саму память откроем слот куда можно поставить ее попробуем сразу установить ноутбук этот называется и машинс здесь очень удобно расположена память и машинс модель е430 она располагается под одним буквально винтом собственно сразу открывается место где находится оперативка вытащу память которая комплектовалась изначально на нее здесь слот в слоте в двух слотах всего лишь один модуль установлен на 2 гигабайта я приобрел одинаковую память потому что вот именно этого бренда я не нашел вот и решил что лучше установить одинаковую память раз так она будет работать лучше так ну что ж давайте отложим старый модуль поставим но и новенькие модули вообще все но новое все в идеале правильной стороной нужно устанавливать первое есть и и и и и и Старый модуль вложу в коробочку и во второй слот где не было никогда установлена память установлен второй модуль все защёлкнулась и хочется конечно сразу проверить как все работает очень удобно ставится один винтик открывается доступ модулем памяти и вай-фай адаптер по моему там тоже находится рядышком здесь соответственно жесткий диск тоже все просто на двух болтиках если захочется ssd поставить то не возникнет никаких сложностей ssd диск кстати ко мне сейчас еще один едет на этот раз я заказал ssd от известной достаточно фирмы kingston на 120 гигабайт то есть небольшой недорогой недорогой ssd диск придет буду устанавливать его либо вот сюда как раз в этот старый ноутбук либо возможно в macbook еще посмотрю по ситуации коробочки отложим вот так защелочка одна не закрылась есть а и 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 достаточно долго поэтому и хочется вставить сюда ssd возможно это улучшит несколько ситуацию зайдем в панель управления система и сейчас посмотрим поближе вот вы видите здесь случайное нажатие 4 гигабайта оперативной памяти из них три с половиной до доступно запустим программу а аида суммарная информация на компьютере вот здесь вы видите два модуля хайникс 2 гигабайта каждый ддр 2 800 все четко и насколько я помню нужно сделать ввести команду мсконфиг насколько я помню и сделать некую настройку чтобы максимум система видела что имеется 2 гигабайта памяти да вот здесь как раз мсконфиг вы вбиваете в разделе отпуск затем в открытшемся окне переходите из закладки общая во вторую закладку загрузка здесь она находится и здесь нажимаете дополнительные параметры и и здесь число процессоров можно если у вас несколько ядер у процессора то указываете количество ядер но у меня здесь 1 1 ядерный процессор поэтому это не требуется а вот максимум памяти вот здесь указываете 4 гигабайта и нажимаете окей чтобы система windows знала что максимум ей доступно 4 гигабайта целых нажимаем применить нажимаем окей на всякий случай после этого лучше перезагрузить компьютер чтобы эти изменения вступили в силу ссылки на на оперативную память я приведу внизу под видео соответственно у данного продавца вы сможете посмотреть не только ddr2 память на для старых ноутбуков но и в общем-то ddr3 более современную память которая подойдет для компьютеров и ноутбуков поновее вот цены хорошие продавец отправляет очень быстро и доставка у него с трек номером поэтому все время я видел где находится моя посылка и дошла она ко мне меньше чем за две недели то есть из китая в москву отличный показатель по скорости так что можете смело переходить по ссылке и данные у данного продавца можете приобретать оперативную память упаковано все четко в коробочке как вы видели такие так что принципе даже если по не были не не запакованы еще в пупырчатую пленку то в общем то с ним ничего не произошло но зашел снова вмс конфиг отключил дропбокс что по умолчанию не загружался ну в общем то все остальное здесь в порядке окей сейчас сделаю перезагрузку и все изменения вступят силу операционная система будет видеть что теперь у нас не 2 гигабайта как было вот когда использовался вот этот вот эта планка памяти а теперь 4 вот такая распаковка если вам понравилось это видео пожалуйста ставьте лайк переходите по ссылке в описании приобретайте если вам требуется оперативная память если нравится смотреть распаковки то пожалуйста подписывайтесь на мой канал ссылка вот здесь вверху слева видео большое спасибо за просмотр всем пока